Главный вопрос, который обсуждали граждане вне политической повестки на минувшей неделе, это, конечно же, внезапное, неожиданное и резкое, как младенческий понос, подорожание услуг ЖКХ. Выяснилось, что это подорожание случится не 1 июля 2023 года, как положено по закону, а 1 декабря 2022 года, вот буквально уже через полторы недели. Власти утешают дорогих россиян тем, что хоть и не должно было быть этого повышения цены по закону, но удорожание случится всего лишь на 9%, что, по мнению властей, существенно ниже, чем инфляция, которая составила уже в этом году 14%. Ну, прямо скажем, утешение так себе. Дело в том, что если вот так продолжать, то граждане могут спросить, это кто же у нас так страной-то руководит, что их деньги всего лишь за 10 истекших месяцев подешевели на 14%. Есть и совершенно поражающие своим откровением объяснения вот этого внезапного подорожания и внезапного грабежа. Например, Владимир Нефедов, член экспертного совета по вопросам ЖКХ при Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, заявил следующее, цитирую дословно, «это повышение, попытка не обрушить коммуналку совсем». Конец цитаты. Вот будь я на месте властей, я бы немедленно этого Нефедова арестовал. Ну, как минимум за дискредитацию всех 22 лет правления Владимира Путина. Этот Нефедов прямым текстом заявляет, что все в коммунальной сфере Российской Федерации украдено давно и настолько, что осталось только то, что крепко прикручено, и, соответственно, срочно нужно собрать еще денег с населения, а то, как говорится, все рухнет. То, что инфраструктура ЖКХ, например, в республике Башкортостан реально трещит по швам, становится понятно уже даже тем, кто живет в более или менее благополучных районах и домах. Количество аварий, отключений стало так многочисленным в последние несколько недель, а зима, кстати говоря, еще толком-то и не началась, что вот картина абсолютно очевидная. Например, на минувшей неделе нам жаловались жители улицы Чудинова, на которой отключают и то горячую, то холодную, то и ту, и другую воду по несколько раз на неделю, на несколько часов, правда, не на восемь, на вот эти сакральные часов, но от этого людям не легче. Отключают уже совсем без объявления, без каких-то предупреждений, бац, и нет воды. То есть это становится как будто бы нормой. На очереди отключение газа и электричества. Это вот стало понятно всем. Непонятно другое. Как власти республики Башкортостан, понимая состояние инфраструктуры ЖКХ, могли преспокойно спускать миллиарды на вот это потешное благоустройство, беру это слово в кавычки, и очень уж рентабельную и круглогодичную высадку крупномерных саженцев. В это время следовало латать теплоцентрали, водоводы, линии электропередач, а не высаживать вот эти красивые туи у Радия Фаритовича во дворе. Ну, понятно, конечно, зачем все вот это благоустройство и вот это все вот это вот крупномерство. Это очень легкая коррупционная лазейка. Тут можно на этой армянской лиственнице в Кашкадане, естественно, очень что-то хорошо подзаработать. А вот на ремонте подземных коммуникаций можно, как говорится, и прогореть. Собственно, власти этими ремонтами и не занимались. В общем, конечно, ситуация в ЖКХ точно должна пугать население Российской Федерации и Республики Башкортостан в том числе.